Всем привет! Пожалуй карта которую я вам покажу, где присутствует Русь, является самой древней картой с обозначением нашей страны. Во всяком случае древнее карт я не встречал. Эту карту составил арабский ученый и путешественник, который жил в середине 10 века. Зовут его Ибн Хаукай. А еще он описывал те места, где путешествовал. В том числе, он дал описание и Руси, которую поместил на свою карту. На это описание конечно мы тоже обратим внимание. Кстати арабская наука тех времен не уступала европейской, а где-то даже была и лучше. А сейчас перед вами карта приблизительно 930 года. Точная дата неизвестна. Созданная другим арабским ученым, путешественником и картографом Сахлаль Балхи. Нам она интересна тем, что упомянутый нами географ Ибн Хаукай создавал свои карты по образу и подобию карт более древнего географа, которого звали Аль Балхи. Он по возможности улучшал и дополнял описание местности, где он побывал. Видимо с нее просто была сделана копия. Перевода этой карты к сожалению нет. Но есть одно но. Вот так выглядит карта мира Ибн Хаукаля 980 года. Ее перевод есть, как минимум на латинский и на русский тоже кстати. Увеличиваем. И видим надпись Русь, рядом видим надпись Буртас. А теперь вернемся к карте 930 года. Я увеличил ее в том же месте. И воспользовался программой, для перевода языков. Гугл объектив. И как видите сами, там есть хорошо читаемая запись русские. А рядом то самое племя Буртас. То есть, арабские картографы обозначали Русь уже в начале 930-х годов. Кстати, вы тоже можете попробовать перевести эту карту, ссылку на нее я оставлю. К карте 980 года мы еще вернемся чуть позже. Сейчас вы видите карту еще одного арабского географа. Аль Истахри. Точная дата карты тоже неизвестна. Но учитывая, что этот географ жил до 957 года. Дадим карте условную дату, 950 года выпуска. Эта карта была переведена на французский. Увеличиваем. И видим надпись Русь. А рядом видим реку Атиль. В скобках Волга. Хотя для нас карта кажется примитивной. Но по реке Волге, мы можем понять, где находилась Русь, в те далекие времена. Ну а теперь давайте вернемся к карте 980 года. Север, кстати, на карте внизу. Это латинский вариант, тут как видите все тоже примитивно. Но мы сможем понять географию Руси. По соседям, которые находятся рядом на карте. Итак, видим рядом то самое племя Буртас. И читаем, из открытых источников, где это племя находилось. Цитирую. Буртасы – это племенное объединение, располагавшееся по правому берегу Средней Волги. Видим рядом и племя булгаров. И опять же смотрим. Булгария также находилась в те времена, в пределах реки Волги. Даже есть карта Волжской Булгарии. Конечно, в современной зарисовке. Еще видим кемаков, которые жили еще восточнее. В Сибири и Казахстане. Южнее видим хазар и печенегов, которые жили на землях Южного Поднепровья и Кавказа. Сопоставив все это, мы понимаем, что арабские географы Русью называли, в основном, европейскую часть России. Пройдемся и по описаниям Руси. Только очень коротко, поскольку это есть в других моих видео. Так Ибн Хаукль, составитель карты 980 года, описывал Русь. Например, он говорит, что река Итиль, то есть Волга, это самая большая река русов. Есть у него и описание того, как русы воевали с теми самыми булгарами и буртасами. А еще русов он называет варварскими людьми, живущих по соседству с волжскими булгарами. И описывает три вида Руси. А у меня на этом все. До новых встреч.